привет друзья наконец-то фирма лямши это те кто делают самые лучшие реплики на багаут становятся или форджа и это значит что они начинают делать собственные дизайны и сегодня у нас на обзоре как раз именно такой нож нож который сделан по собственному проекту по собственному дизайну модель называется касатка и сегодня мы ее подробно рассмотрим начнем с комплектации нож поставляется вот в таком фирменном чехле где уже присутствует новый логотип компании который кстати придумал участник нашего сообщества в telegram алексаня чехол достаточно качественный сделан хорошо внутри одно отделение и вот так выглядит сам нож модель называется касатка нож достаточно крупный полностью соответствует своему названию на рукояти титан и присутствует новый логотип продается в шести вариантах два варианта по клинку с двумя долами и без и три варианта по рукояти один полностью нудист гладкий второй вариант как у меня с отверстиями и третий вариант с эргономическими выемками на рукояти мне лично понравился вот такой но все остальные пять вариантов тоже неплохие и каждый может что-то подобрать именно под себя фурнитура обработана есть черное воронение спланировано в потаях крупная под 8 торкс то есть можно часто нож разбирать собирать и она не испортится это хорошо далее видим что с торца у нас есть титановый бэкспейсер скрытое темлячное отверстие и с обратной стороны замок фреймлок есть сухарь и вот такая титановая клипса с таким же анодированием присутствует потай под третьевую колбочку такой же на фронтальном плавнике со временем я планирую вставить туда третий и это будет выглядеть вот так примерно как на вот этой модели от им же клипса в меру жесткая нож увесистый поэтому правильно сделали чуть-чуть жесткая не совсем глубокой посадки потому что крупные размеры и допустим если вы будете присаживаться в авто вам нужно будет так сказать немножко ноги сгибать и он вам будет мешать поэтому вот такая посадка конечно хотелось бы чуть-чуть бы поглубже но в принципе для такого ножа простительно и учитывайте если вы будете вставлять третьевую колбочку то она будет светиться и нож будет привлекать внимание поэтому ну я лично сюда плавник буду однозначно вставлять третьевую колбочку насчет клипса еще подумаю далее смотрим на центровку клинка четко по центру открывается он двумя способами это за фронтальный плавник с насечками и за шпеньки механика классная смотрите с коробки нож отлично флипает и буквальном смысле слова вот так под своим весом опускается в рукоять если выбирать между шпеньками и плавником естественно но лично для меня плавником пользоваться удобнее спинками поначалу вообще как-то непривычно потом нож чуть-чуть притирается и это становится делать удобнее но все таки я лично привык к вот такому способу заплавник далее сделаем разборку и посмотрим что у него там внутри титановые плашки максимально облегчены керамический шарик детента и наборные керамические подшипники это приятный бонус потому что я такого не ожидал и собственно это объясняет такую классную чудную механику далее рассмотрим технические характеристики начнем с веса нож такой немаленький увесистый и вес составляет сто семьдесят шесть грамм при этом что у нас плашка облегчена по длине клинка будем мерить от начала рукояти не от шпинка потому что шпинек этот съемный и сейчас я вам это все продемонстрирую 99 миллиметров клин и вот так легко он выкручивается собственно можете посадить на фиксатор и он будет более надежно фиксироваться вот так он выглядит в разборе классная фишка и вот собственно почему я выбрал вот такую модель с отверстиями чтобы когда я сняла вот этот шпинек это отверстие подходило к общему дизайну и в принципе нож выглядит без него тоже неплохо баланс четко на подпальцевой выемке и давайте проверим обувь будет в районе четверки конечно косатка на той косатка даже не чуть меньше возможно где-то 394 миллиметра максимум клинок выполнен из стали м 390 обработка блэк в этот стоун вошь производитель сам закупает данную сталь и влаживает вот фото своей социальной сети можете сейчас посмотреть то есть сталь импортируется не китайская какая-то м 390 а именно импортная настоящая боглер сведение тонкая при этом нож не маленький но тонко спущены довольно таки высокие спуски будет хорошо резать тонким сведением входить справиться и с продуктами с распаковкой и другими основными и 10 задачами при этом видим что обувь скруглен у ножа выглядит это красиво вот такой кончик практически скверпойнт варианты с двумя долами они как бы визуально возможно и интереснее но нарез конечно будет сказываться это все с обратной стороны маркировка стали м 390 год выпуска 23 и маркировка компании или форс собственно как и на рукояти есть можно даже сказать что помещается сюда указательный палец его также можно использовать как дульку при заточке насечки довольно таки цепки хорошо фиксируют большой палец и мне очень подошла эргономика ножа смотрите четко два пальца и здесь два остальных вот вы взяли и еще пучки фиксируйте на отверстиях что можно отметить в итоге нож однозначно для любителей больших цацок больших игрушек так сказать которые имеют вес имеют размер и при этом имеют и потребительские утилитарные какие-то свойства то бишь хорошее сведение резучий клинок это все присутствует также отметим здесь наборные подшипники качественное исполнение и обработку если сравнивать по габаритам это уже практически приближается к куле тоже был у нас на обзоре вот такой монстр из китая и уже по размерам смотрите ну без пяти минут до меньше но все-таки что-то общее в них есть если вам нравится вот такой форм-фактор что-то в меру вычурное большое но при этом резучие в меру то вот этот нож будет как раз для вас по цене не будет дешево сразу скажу стартовая цена за 300 долларов сейчас на распродаже дешевле в районе 250 долларов 260 и можно использовать вернее при покупке сейчас выпадают купоны там на алиэкспресс зависимости от суммы но в итоге что-то за 20 за 200 долларов получаете не дешево но сами понимаете это материалы то есть ушло много материалов собственный дизайн разработка наборные те же подшипники и так далее на этом все подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка будет первой в описании к видео там мы публикуем каждый день новинки и периодически разыгрываем ножи до новых встреч пока а а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон